Прекрасно, если вам с утра воскликнуть хочется, ура! Кричите на здоровье и не спорьте! Когда со скукой вы враги, вставайте хоть с любой ноги, Вам это настроение не испортит. Когда заглянет к вам рассвет и скажет весело привет, А птичий ход подхватит вашу песню, То всё на свете станет интересней. Вот и снова этот праздник, снова ёлку наряжают, Дед Мороз подарки детям раздаёт. Все деревья, как деревья, ничего не обещают, Только ёлка обещает Новый год. Ах, если бы детство назад возвращалось, Но детство нельзя повторить. Дарите подарки, дарите подарки, любите подарки дарить. Дарите подарки, дарите подарки, любите подарки дарить. В этой комнате жили когда-то брат и сестра, Лёля и Минька, Герои нашей сегодняшней передачи. Эта комната напоминает нам о детстве, прошедшем очень давно, ещё до революции. А это строчка из стихотворения, которые зубрили когда-то в гимназии, В приготовительном, как тогда говорили, то есть в первом классе. Между прочим, за стихотворение. Весело сияет месяц над селом, белый снег сверкает синим огоньком, Который Минька забыл выучить, ему учитель поставил единицу. Миньке, наверное, сильно досталось от родителей. Вот представьте себе, что за эту единицу Минька получил фотографический аппаратик, О котором давно мечтал. Может ли это быть? Может. Сначала Минька хотел обмануть родителей. Потерять дневник, склеить его страницы. Как советовала ему сестрёнка Лёлька. Но потом не побоялся сказать правду. И вот за это-то и получил фотоаппаратик. Тогда Минька дал себе слово говорить всегда правду. Мальчик Минька вырос и стал замечательным писателем Михаилом Михайловичем Зощенко. Читая его рассказы, и дети, и взрослые смеялись до слёз. Я хочу, чтобы мы вместе с вами вспомнили маленькую повесть Михаила Михайловича Зощенко о его детстве. Когда я был маленьким, я очень любил мороженое. Конечно, я и сейчас его люблю, но тогда это было что-то особенное. Так я любил мороженое. И когда, например, по улице ехал мороженщик со своей тележкой и кричал «Сахарное мороженое! Земляничное мороженое! Прекрасное! Ананасное! Не желайте!» У меня прям начиналось головогружение, до того мне хотелось покушать то, что продавал мороженщик. Сестрёнка Лёля тоже исключительно любила мороженое. Мы с Минькой мечтали, что вот как вырастим большие, то будем кушать мороженое не менее как три, а то четыре раза в день. Но в то время мама не позволяла нам есть мороженое. Она боялась, что мы простудимся и захвораем. И по этой причине не давала на мороженое денег. И вот однажды мы с Лёлей гуляли в нашем саду, и Лёля нашла в кустах галошу. Обыкновенную резиновую галошу, причём очень ношеную и рваную. Наверное, кто-нибудь бросил её, поскольку она разорвалась. И вот Лёля нашла эту галошу и для потехи надела её на палку. Ходит по саду и машет палкой над головой. Вдруг по улице идёт крепичник и кричит. Покупаю бутылки, банки, тряпки. Эй, девочка, продаёшь галошу? Да, продаю. Сто рублей стоит эта галоша. Нет, сто рублей это чересчёрт дорого за эту галошу. Вот если хочешь, девочка, я дам за неё тебе две копейки, и мы с тобой расстанемся друзьями. Мы с Лёлей поняли, что это не игра, а на самом деле. Мы побежали к мороженщику, купили у него два шарика по копейке, моментально их съели и стали жалеть о том, что так задёшево продали галошу. На другой день Лёля мне говорит. Минька, сегодня я решила продать тряпишнику ещё одну какую-нибудь галошу. Лёля, разве ты опять нашла в кустах галошу? В кустах больше ничего нет, но у нас в прихожей стоит, наверное, я так думаю, не менее 15 галош. Если мы одну продадим, нам от этого хода не будет. И с этими словами Лёля побежала на дачу, и вскоре появилась в саду с одной довольно хорошенькой и почти новенькой галошей. Если тряпишник купил у нас за две копейки такой рвень, какой мы и продали в прошлый раз, то за эту почти новенькую галошу, он, наверное, даст нам не менее рубля. Ображай, сколько мороженого можно купить на эти деньги. Что, опять продаётся галоша? Продаётся. Какая жалость детей, что вы мне всё по одной галошине продаёте. За эту галошу я вам дам пятачок. А если бы мне продали сразу две галоши, то получили бы 20, а то и 30 копеек. Поскольку две галоши сразу более нужны людям, и от этого подскакивают в цене. Нет, дети, вы меня просто огорчаете своей торговой. Одна галоша дамская, другая с мужской ноги. Просудите сами, да что мне такие галоши. Я хотел вам дать за одну галошу пятачок, но, сложив вместе две галоши, вижу, что этого не будет, поскольку дело ухудшилось от сложения. Итак, друзья, за эти две галоши вы могли бы получить 4 копейки, но вместо этого получите только 3 копейки, поскольку одну копейку я вычитаю за то, что понапрасну трачу время на пустой разговор с детьми. Мы моментально побежали домой, так как мама позвала нас прощаться с мамиными гостями, с тетей Олей и дядей Колей, которые уже одевались в прихожей. Вдруг тетя Оля сказала, что за странность, одна моя галоша тут под вешенкой, а второй почему-то нет. Я великолепно помню, что я пришла в двух галошах, а тут сейчас только одна, где вторая неизвестна. Дядя Коля, который тоже искал свои галоши, сказал, что за чепуха в решете, я отлично помню, что пришел в двух галошах, тем не менее второй моей галоши нет. Услышав эти слова, Лёля от волнения разжала кулак, в котором у нее находились деньги, и три монетки по одной копейке со звоном упали на пол. Папа, который провожал гостей, спросил, Лёля, откуда у тебя деньги? Лёля начала что-то врать, но папа сказал... Что может быть хуже вранья? Мы продали трепишнику галоши, чтобы купить мороженое. Папа сказал, хуже вранья это то, что вы сделали. Услышав, что галоши продали трепишнику, тетя Оля побледнела и зашаталась, и дядя Коля тоже зашатался и рукой схватился за сердце. Но папа сказал, не волнуйтесь, тетя Оля и дядя Коля, я знаю, как нам надо поступить, чтобы вы не остались без галош. Я возьму все Лёлины и Минькины игрушки, продам их трепишнику, и на вырученные деньги мы приобретем вам новые галоши. Это еще не все. В течение двух лет я запрещаю Лёле и Миньке кушать мороженое. А спустя два года они могут его кушать, но всякий раз, кушая мороженое, пусть они вспоминают эту печальную историю, и пусть всякий раз думают, заслужили ли они это сладкое. В тот же день папа собрал все наши игрушки, позвал трепишника и продал ему все, что мы имели. А на полученные деньги наш папа купил галоши тете Оле и дяди Коле. И вот, дети, с тех пор прошло много лет. Первые два года мы действительно с Лёлей ни разу не ели мороженого. А потом стали его есть, и при этом всякий раз, кушая, невольно вспоминали то, что было с нами. И даже теперь, дети, когда я стал уже совсем взрослый, и даже немножко старый, даже и теперь, иной раз, кушая мороженое, я ощущаю в горле какое-то сжатие и какую-то неловкость. И при этом всякий раз по детской своей привычке думаю, заслужил ли я это сладкое, не соврал ли и не надул ли кого-нибудь. Два года не есть мороженое. По-моему, это слишком суровое наказание. Мне лично Лёля и Минька очень нравятся. Такие дружные дети, они, наверное, никогда не ссорили. Ну, это не совсем так. Да и бывает ли на свете братья и сестры, между которыми никогда не случается никаких недоразумений? А кроме того, не забывайте, Минька был младший. И он в детстве очень много болел. Главным образом свинкой и ангиной. А когда он заболевал, родители буквально засыпали его подарками. И Лёля говорила. Вот погоди, Минька, я тоже как-нибудь захвораю. Так наши родители тоже, небось, начнут накупать мне всего. Но как назло Лёля не хворала. И только раз, подставив стул к камину, она упала и разбила себе лоб. Она охала и стонала. Но вместо ожидаемых подарков она от нашей мамы получила несколько шлепков, потому что она подставила стул к камину, чтобы достать маминой часики. А это было строжайше запрещено. Однажды наши родители ушли в театр, и мы с Лёлей остались в комнате. Мы начали играть на маленьком настольном бильярде. Вдруг во время игры Лёля, охнув, сказала. Минька, я сейчас нечаянно проглотила бильярдный шарик. Я держала его во рту, а он через горло провалился вовнутрь. А у нас для бильярда были хоть и маленькие, но удивительно тяжёлые металлические шарики. Я испугался, что Лёля проглотила такой тяжёлый шарик и заплакал, потому что подумал, что у неё в животе будет взрыв. Но Лёля сказала. От этого взрыва не бывает, но болезнь может продлиться целую вечность. Это не то, что твоя свинка или ангина, которая проходит в три дня. Лёля легла на диван и стала охать. Вскоре пришли наши родители, я им рассказал, что случилось. Мои родители испугались до того, что побледнели. Они бросились к дивану, на котором лежала Лёлька, и стали её целовать и охать. И мама сквозь слёзы спросила Лёльку, что она чувствует в животе. И Лёля сказала. Я чувствую, что шарик катается у меня внутри. И от этого щекотно и хочется. Какао и апельсин. Папа надел пальто и сказал, со всей осторожностью разденьте Лёлю и положите её в постель. А я тем временем сбегаю за врачом. Мама начала раздеваться Лёлю, но когда она сняла платье передника из кармана передника, вдруг выпал бильярдный шарик и покатился под кровать. Папа, который ещё не ушёл, чрезвычайно нахмурился. Он подошёл к бильярдному столику и пересчитал оставшиеся шары. И их оказалось пятнадцать. А шестнадцатый шарик лежал под кроватью. Папа сказал. Лёля нас обманула. В её животе нет ни одного шарика. Они все здесь. Она хотела над нами подшутить, но с нами шутки плохи. Целый год она от меня ничего не получит. И вот, представьте себе, дети, прошло с тех пор тридцать лет. И за все эти годы я ни разу не вспомнил об этом случае. И только недавно, когда я стал писать эти рассказы, то вспомнил всё, что было, и стал над этим думать. И мне показалось, что Лёля обманула родителей вовсе не для того, чтобы получить какие-нибудь подарки, которые она и без того имела. Она обманула их, видимо, для чего-то другого. И когда мне пришла в голову эта мысль, я сел в поезд и поехал в Симферополь, где жила Лёля. А Лёля была, представьте себе, уже взрослая и даже немного старая женщина. И у ней было трое детей и муж санитарный доктор. Лёля, помнишь ли ты тот случай с бильярдным шариком? Зачем ты это сделала? И Лёля, у которой было трое детей, покраснела и сказала, когда ты был маленький, ты был славненький, как кукла. И тебя все любили. А я тогда выросла и была нескладной девочкой. Вот почему я тогда соврала, что проглотила бильярдный шарик. Я хотела, чтобы и меня, так же, как тебя, все любили. И жалели, хотя бы как больную. Лёля, я для этого приехал в Симферополь. И тогда я её поцеловал и крепко обнял. И тогда я подарил её детям игрушки и мужу её, санитарному врачу, отдал свой портсигар, на котором с золотыми буквами было написано «Будь счастлив». На следующий день я уехал из Симферополя, а дорогой думал, что надо любить и жалеть людей, хотя бы тех, которые хорошие. И надо иногда им дарить какие-нибудь подарки, и тогда у тех, кто дарит и у тех, кто получает, становится прекрасно и радостно на душе. Вот я взвернул и гляжу на себя, разве выглядел я так не всегда? Ну, немножко высоту я подрос, ну, немножко стало меньше и глянь, что там было позади, поглянись. Малышей себя узнать не ленись, и тому, что лет немало прошумело, пробежало, улыбнись, 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 улыбнись. Так же хочется шалить да играть, от себя нам никуда не удрать. Остаемся мы детьми навсегда, изменяются всего лишь года. глянь, что там было позади, оглянись. Малышей себя узнать не ленись, и тому, что лет немало прошумело, пробежало, улыбнись, 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 улыбнись. Вот по лету я бегу по зиме, детство главное, пора на земле, эти годы мы опять и опять никогда не устаем вспоминать, что там было позади, оглянись, малышей себя узнать не ленись, и тому, что лет немало прошумело, пробежало, улыбнись, улыбнись. В этом году, ребята, мне исполнилось 40 лет. Это значит, выходит, что 40 раз я видел новогоднюю елку. Это много. Я всегда с нетерпением ожидал этого веселого праздника и даже в щелочку двери подглядывал, как моя мама украшает елку. Однажды Леля мне говорит, Минька, мама ушла на кухню, давай пойдем в ту комнату, где стоит елка и поглядим, что там делается. И вот мы с сестренкой Лелей входим в комнату и видим очень красивая елка, а под елкой лежат подарки, а на елке разноцветные бусы, флаги, фонарики, золотые орехи, постилки и крымские яблочки. Не будем глядеть подарки, а вместо того давай лучше съедим по одной постилке. Если ты, Леля, съела постилку, то я сейчас тоже что-нибудь съем. И вот я подхожу к елке и откусываю маленький кусочек яблока. Минька, если ты яблоко откусил, то я сейчас другую постилку съем и вдобавок возьму себе еще эту конфетку. А Леля была такая высокая, долговязая девочка, она могла высоко достать, она встала на цыпочки и своим большим ртом стала поедать вторую постилку. А я был удивительно маленького роста и почти ничего не мог достать, кроме одного яблока, которое висело низко. Я сказал, то я еще раз откушу это яблоко. Если ты, Минька, второй раз откусил яблоко, то я не буду больше церемониться. И сейчас съем третью постилку и вдобавок возьму себе на память хлопушку и орех. А я, Леля, сейчас как подставлю к елке стул и как съем еще что-нибудь, кроме яблока. И вот я своими худенькими ручонками стал тянуть к елке стул, но стул упал на меня, я хотел его поднять, но он опять упал и прямо на игрушке. Минька, ты, кажется, разбил куклу. Так и есть, ты отбил у куклы фарфоровую ручку. Вот теперь, Минька, я не ручаюсь за то, что мама тебе не выверет. Я хотел зареветь, но в этот момент в комнату вошли гости. Много детей с их родителями. И наша мама говорит, все входите. Теперь пусть каждый ребенок подходит ко мне, и я каждому буду давать игрушку и угощение. Наша мама взяла то яблоко, которое я откусил и сказала... Леля и Минька, подойдите сюда. Кто из вас двоих откусил это яблоко? Леля сказала, это Минькина работа. Это меня Лелька научила. Мама сказала, Лелю я поставлю в угол носом. А тебе я хотела подарить заводной паровозик? Теперь этот заводной паровозик я отдам тому мальчику, которому хотела дать откусанное яблоко? И она взяла паровозик и подарила его одному четырехлетнему мальчику. И тот моментально стал с ним играть. Я рассердился на этого мальчика и ударил его по руке игрушкой. И он так отчаянно заревел, что его собственная мама взяла его на ручки и сказала, С этих пор я не буду приходить к вам в гости с моим мальчиком. Я сказал, можете уходить, тогда паровозик мне достанется. И та мама удивилась моим словам и сказала, Наверное, ваш мальчик будет разбойником. И тогда моя мама взяла меня на ручки и сказала, Не смейте так говорить про моего мальчика, лучше уходите со своим ребенком и никогда к нам больше не приходите. И та мама сказала, Я так и сделаю. С вами водиться, чтобы крапиву садиться. И тогда третья мама сказала, я тоже уйду. Моя девочка не заслужила, чтобы ей дарили куклу, куклу с обломанной рукой. И тогда сестренка Леля закричала, Можете тоже уходить со своим ребенком, и тогда кукла мне останется. И тогда я, сидя на маминых ручках, закричал, Вообще, можете все уходить, тогда все игрушки нам достанутся. И тогда все гости стали уходить. И наша мама удивилась, что мы остались одни. Но тут в комнату вошел папа, он сказал, Такое воспитание губит моих детей. Я не хочу, чтобы они ссорились, дрались и выгоняли гостей. Им будет трудно жить на свете, и они умрут в одиночестве. И папа подошел к елке и потушил все свечи, и сказал, Немедленно ложитесь спать, а завтра утром все игрушки я отдам гостям. И вот, ребята, прошло с тех пор 35 лет. И я до сих пор хорошо помню эту елку. И за все эти 35 лет, дети, я ни разу больше не съел чужого яблока и ни разу не ударил того, кто слабее меня. И теперь доктора говорят, что я по этому такой сравнительно веселый и добродушный. Вот и снова этот праздник снова елку наряжают, Дед Мороз подарки детям раздаёт. Все деревья, как деревья, ничего не обещают, только елка обещает Новый год. Ах, если бы детство назад возвращалось, то детство нельзя повторить. Дарите подарки, любите подарки дарить. Дарите подарки, дарите подарки, любите подарки дарить. Иво может быть могучей, а у ёлки не скучают, а у ёлки не двора и хоровод Все деревья, как деревья, ничего не обещают, только ёлка обещает Новый год Ах, если бы детство назад возвращалось, но детство нельзя повторить Дарите подарки, дарите подарки, любите подарки, дарить Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok